Приветствую, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал, ведь мы стараемся для вас, а мы начинаем. Ведущий шоу «Что было дальше» познакомился с Дианой еще в студенческие годы. Влюбленные поддерживали друг друга в период безденежья, а сейчас наслаждаются обеспеченной звездной жизнью. Впрочем, некоторые подозревают, что супруги не выдержат испытания популярностью. Нурлан Сабуров долго шел к успеху. Еще в студенчестве он увлекся КВН, затем пробовал силы в разных комедийных шоу, пока не обрел популярность благодаря «Что было дальше». Проект превратил 28-летнего артиста в настоящую звезду. И в сети тут же поползли слухи, мол, Слава так вскружила юмористу голову, что ему стало неуютно в семье. Ведь жена Диана, которая подарила комику дочь, много лет остается в его тени. Сегодня фанаты напрямую спросили супругу Сабурова о своих подозрениях, почему ходят тупые слухи, что вы на самом деле живете из-за детей. Что у вас на самом деле с Нурланом? Диана не стала оставлять надоевший вопрос без внимания. Как же люди любят говно, чужое грязное белье. Пошли все нафиг со своими слухами. Не дождетесь, негодовала она, сопроводив ответ нецензурной бранью. К слову, Сабурова не в первый раз позволяет себе жесткие комментарии. Так, например, она резко отреагировала на слова Айзы. Теледива жаловалась, что ее не приглашают в шоу «Что было дальше?» и отпустила в адрес ведущего и участников крепкое словцо. На что Диана обрушила на звезду поток оскорблений в личном блоге. Айза была удивлена подобным поведением жены комика. Я же пошутила в стиле «Что было дальше?» Но она не поняла юмора. «Господи, как жить в мире, в котором юмористы обзывают всех, а потом накидываются на меня за то, что я так шучу. Хотя нет, не юмористы, а жены юмористов. Я в шоке. Лучше бы на меня пацаны нагнали смешно, а не эти оскорбления», — писала Бизнесвумен. Напомним, что Нурлан и Диана начали встречаться еще будучи студентами. Оформить свои отношения пара решила, узнав о скором пополнении. Рождение малышки заставило комика всерьез заняться карьерой, ребенка мы не планировали. Я был в универе, когда мне пришло смс, две полоски. Я был в шоке. В первую очередь, подумал, как отреагируют родители, а потом уже о дальнейшей жизни, — вспоминал он. Спасибо за внимание. Если вам было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня.